МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 2 августа Россия простилась с Вазилем Искандером, великим писателем и мудрым человеком. А можно сказать, мудрым писателем и великим человеком. Или просто удивительным. То, что мы собираемся сделать завтра, делает нас сегодня такими, какие мы есть. Вазил Искандер. А сегодня в окружной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия приступили к проверке подписных листов и других документов, представленных накануне в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу. Ну, согласно закону, кандидаты должны были выняты по самовыдвижению, должны были документы сдать до 18 часов 0-0 минут. И в настоящее время документы сдали два кандидата, Борисов Андрей Савич и Атласова Алена Николаевна. Кроме этого, сегодня до 6 часов приходил Местников Максим Иванович, который принес два заявления. Суть заявления в том, что он документы принесет после рассмотрения апелляционного суда. Таким образом, Максим Местников и Зоя Соловьева не предоставили подписные листы в Центр избирком. Алене Атласовой и Андрею Борисову выданы извещения о получении документов избирательной комиссии. В телефонном разговоре со мной Алена Атласова подтвердила этот факт и передала слова благодарности всем избирателям, оказавшим ей поддержку. Между тем, рабочая группа избирательной комиссии проинформировала, что Алена Николаевна представила недостаточное количество подписей. Напомню, что для регистрации кандидата, заявившегося на выборах в Государственную Думу в порядке самого движения, количество необходимых подписей избирателей определено в 18 542. Но кандидаты могут их представить до 5% больше. Андрей Борисов передал вчера в избирком 19 214 подписей в свою поддержку из собранных на сегодня, внимание, 69 255 подписей. Самое важное чувство, которое еще во мне утвердилось, ответственность перед людьми, которые поставили свои подписи перед своими фамилиями. Таким образом доверяя, чтобы я стал кандидатом, они мне дали возможность, во-первых, вступить в борьбу, во-вторых, считая, что нужна конкуренция, тем более по мандатному округу. И таким образом они как бы создают для других избирателей, которые придут и будут избирать, они создают выбор. Собрать подписи и, главное, правильно, в соответствии с законодательством, оформить подписные листы. Такая работа требовала от кандидатов и их штабов особого внимания и тщательности. Не меньшее потребуется сейчас и от специалистов рабочей группы окружной избирательной комиссии, которые, как я уже сказал, приступили к проверке представленных вчера документов. Создана рабочая группа, туда же входят эксперты, представители правоохранительных органов. Мы будем проверять именно, как собрано и в каком формате. К примеру, если подписной лист утвержден законом, он обязан предоставить соответствии с утвержденной формой. Если не будет уже совпадать, естественно, мы не будем считать. Также в подписном листе, к примеру, Иванов, Сидоров и так далее, должны продолжаться нумерации на обратной стороне и подпись. Поэтому мы его еще будем смотреть, проверять. Здесь бывает, естественно, ошибки некоторые допускают. Собрали эти три фамилии, а дальше просто таблица идет. Непонятно, на кого кандидаты собраны. Были такие моменты у нас. И в суде доказано, что подписные листы не были. Ну, когда кандидат жаловался, что мы не приняли. Ну, и бредная комиссия, в частности, не окружная, а района. Как я уже говорил, продолжение должно быть. Дальше мы проверяем список лиц, осуществляя сбору подписей. Список, осуществляя сбору подписей, утверждается Центральная избирательная комиссия, форма. Здесь должны тоже все графы должны быть заполнены. И нотариально должна быть заверена, кто собирает. Мы это будем тоже смотреть. Потому что подписной лист свирев, что кто-то собирал подписи, и здесь его не будет. Это уже не будет даже действительным. Это не будет действительным. Также тоже нотариально эта форма утверждена. Приказы Министерства юстиции Российской Федерации 2002 года. Тоже будем смотреть печати и нотарицу. То, с кем будет. Да, действительно, это кропотивая работа. Требования к подписным листам, в общем, стандартные. Они не должны быть заполнены карандашом. В них не имеют права подписываться несовершеннолетние и недееспособные граждане. ЦИК проверит паспортные данные избирателей, в том числе по государственной автоматизированной системе выборы. А при несовпадении адресов направит сведения для сверки в миграционную службу. И есть одно нововведение. Если кандидат не собрал подписи, нужное количество подписей, избирательная комиссия теперь не обязана полностью проверять. Видим, что человек, в примере, 200 человек подписей принес. Мы эту матераполосу получаем, дальше не проверяем. Просто не регистрируем человека. Раньше мы все равно проверяли, выявляли, где какие ошибки, чтобы человек видел. А сейчас, если нет количества утвержденного подписи, мы дальше не проверяем. В нынешних выборах в Государственную Думу принимают участие много партий и кандидатов-одномандатников. И, пожалуй, уже сейчас можно наверняка констатировать, кто ведет избирательную кампанию уверенно в законодательном пространстве, а кто всеми силами пытается перетянуть ее на орбиту скандалов. В окружную избирательную комиссию на сегодняшний день поступило полтора десятка жалоб по нарушению избирательного законодательства в части предвыборной агитации. Две трети из них – это жалобы представителей партии «Справедливая Россия». Перед выборами больше бывает жалоб, и в том числе рассмотрению суда. В рассмотрении судов на сегодняшний день один материал был. И думаю, в конце августа увеличится где-то 10 будет минимум, наверное. Что касается изменений в законодательстве, мы собирали все политические партии, все кандидаты, мы им всем объяснили, чтобы закон не нарушали, и какие были изменения. К примеру, изменения были, что кандидат не имеет право несовершеннолетним ребенком фотографироваться. В том числе, к примеру, раньше разрешалось, если мать напишет нам согласие. И сейчас на баннерах, на этих, вы сейчас не увидите. Если увидите, можете написать в наш адрес, мы будем реагировать, чтобы этот баннер сняли. Окружная избирательная комиссия в соответствии с 20-м законом о выборах в Государственную Думу имеет полномочия рассматривать жалобы и принимать решения о возбуждении административного производства или отказе в таковом, о направлении представлений в правоохранительные органы или в Роскомнадзор. Для этого в избиркоме создана рабочая группа по предварительному рассмотрению информационных и иных споров. Как вы знаете, предвыборная агитация у нас началась прямо с выдвижения кандидатов. И вы знаете, что предвыборная агитация в средствах массовой информации у нас начинается за 28 дней до дня голосования. И очень многие интернет-ресурсы у нас, которые, сетевые издания, которые не зарегистрированы как средства массовой информации, грешат нарушениями. В связи с тем, что они не являются средствами массовой информации, к данным публикациям, которые подпадают под предвыборную агитацию, к ним применяются нормы закона 67-го об основных гарантиях, которые регулируют именно изготовление и распространение предвыборных агитационных материалов, которые и аудио, и визуальных агитационных материалов, и иных, они подпадают под эту категорию. Здесь у нас создана рабочая группа. Мы рассмотрели, и по данному факту в настоящее время предупреждена газета, одна газета «Жизнь Якутска», и на него же за повторный выход материала из агитационного будет составляться протокол об административном правонарушении и направлен Роскомнадзор. В отношении интернет-сайтов 5 или 6 материалов было принято решение, в связи с тем, что сайты не зарегистрированы как средства массовой информации, направили для проверки и возбуждения административного производства в отношении этих сайтов. Один сайт сегодня написал, что агитационный материал уже своего сайта убрал, в связи с тем, что мы предупреждение написали. Цитата из поступившего в окружную избирательную комиссию Якутского одномандатного избирательного округа номер 24 жалобы от Андрея Савича Борисова и его уполномоченного представителя. Позавчера жалоба зарегистрирована ЦИК Республики. 1 августа 2016 года в 14.30 двое молодых людей проникли в помещение, арендованное кандидатом в депутаты Государственной Думы Борисовым Андреем Савичем. В помещении осуществлялась работа по предварительной проверке и подготовке к сдаче в окружную избирательную комиссию подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата А.С. Борисова. Молодые люди осуществляли незаконный сбор, фотосъемку и видеозапись персональных данных граждан, указанных в подписных листах. Игнорируя обращение о недопустимости нарушения действующего законодательства, покинуть помещение и удалить фото и видеозаписи с телефонов, они отказались. Представители кандидата вынуждены были обратиться в полицию. После данной спланированной акции на разных интернет-сайтах и в социальных сетях распространялась ложная, носящая клеветнический характер информация. И далее, цитата, сотрудники полиции, прибывшие на наш вызов, никаких нарушений в действиях как кандидата Борисова, так и его представителей не обнаружили. Впоследствии выяснилось, что данными лицами являются Алексеев Василий и Григорьев Айтал, которые с их слов провели данную акцию по указанию представителей политической партии «Справедливая Россия», конец цитаты. «Первого августа я находился в библиотеке, занимался, у меня вступительное испытание, готовился, и возник, как я понял, там конфликт. Я сидел за столом, недалеко здесь аудитория, ко мне подошли сотрудники библиотеки и попросили помочь. В принципе, я их знаю, они меня тоже знают, женщины. Мы прошли в соседнюю аудиторию, и там я наблюдал следующую картину. Два молодых человека, впоследствии я узнал, что это Григорьев и Алексеев, они очень так по-хамски себя вели. Я работаю на юридическом факультете, и поэтому квалифицировал их действия, с точки зрения законодательства объяснил, какие последствия могут быть у них. В ходе диалога сначала они не шли навстречу, конфликтовали, всякие козни устраивали, сидели, смеялись, угрожали мне, в принципе. Хочу напомнить, что кража и публикация персональных данных недопустимы по закону. А закончить программу хочу еще одной цитатой от Фазиля Искандера. Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. Интересно, краснели ли хоть раз в жизни вот эти молодые люди? Сегодняшний выпуск коренной событий завершен. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова